Сегодня в 9 утра в Чебоксарах демонтировали киоск на улице Чернышевского. Так отреагировал глава столичной администрации Алексей Ладыков на журналистское расследование, которое вышло вчера в эфире нашего телеканала. Напомню, накануне мы показали, как известный в республике журналисты Дмитрий Ковалев приобретал в нескольких киосках Чебоксар и Научебоксарско-спиртовые настойки. Причем некоторые продавцы даже отстаивали свое право на продажу фанфуриков, прикрываясь некими документами. Такая уверенность бизнесменов собственной безнаказанности обескуражила журналистов, но не городские власти. Их реакция была жесткой. Сегодня утро магазинчики демонтировали. На этом борьба с продавцами фанфуриков не закончится. У нас включен в план график по демонтажу еще пять таких объектов, которые в ближайшие месяцы также будут демонтированы. Их владельцам представлены уведомления. Нормативными актами города закреплена ответственность за продажу фанфуриков в нестационарных торговых объектах, на основании чего у нас есть полное право их закрывать. Проблема свободной и фактически круглосуточной продажи спиртовых настойок и антисептиков, не предназначенных для приема внутрь, неоднократно понимала глава республики. Во время встречи с жителями ему жаловались на то, что в киоске на улице Гагарина в Чубаксарах продаются фанфурики. Тут торговую точку также удалось закрыть. Напомню, ежегодно в стране от заболеваний, связанных со злоупотреблением спиртным, умирает около полумиллиона россиян. В Чувашии за восемь месяцев этого года из жизни ушли более 90 человек.